Привет! Как тебя зовут? А как твои дела? Хороший день сегодня? Ты спортивный? Тебе нравится бегать? Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня прекрасный солнечный день, примерно 9-9.30 часов утра, мы вышли снова все на пробежку. На пробежке обычно мы разделяемся, потому что я остаюсь с Данечкой, он бежит медленнее всех, мой муж убегает с Габрюшечкой и Егорка бежит по своему плану. Я оставляю потом детей на площадке с мужем и сама иду на пробежку самостоятельно, по пути заглядываясь на витрины, конечно же, я присматриваю себе какие-нибудь классные-классные тапки. Скоро я запущу очень интересный флешмоб, вряд ли он будет происходить на инстаграме, скорее всего, он будет иметь место здесь, кто захочет поучаствует. Я буду очень-очень рада, а пока просто присматриваю себе тапки, думаю, многие поняли зачем. Хочу показать, что я в который раз бегаю в кроссовках мужа, я нахожу это очень и очень удобным. А вот, кстати, Егорка. Егорка, хорошей пробежки. Спасибо, пока. Пока. Папе, скажи, что я бегаю. Хорошо, Даник, где? С папой. Пока. Данечка обычно бегает со мной, как я уже сказала, поэтому Егорка именно про Данечку, в общем-то, меня и спросил. Итак, центр города, как вы видите, все спокойно, все парковки заполнены и скоро выйдет видео. Вторая часть влога, где я расскажу о том, как же обстоят дела в Падуе здесь и сейчас. Ну, а пока я посмотрю вместе с вами на витрины. Юбка очень мне нравится. Я люблю вот такие особенные юбки, фактурные, которые ношу и предлагаю вам носить и советую. Так же, как и закомпонованное это на данной витрине, с самым обычным свитером. Достаточно грубовязкие и самая обычная простая горловина. Рядом с этой композицией стоит прекрасная итальянская обувь. Это обувь на скидках. Вот-вот скидки закончатся, а это уже весенняя коллекция. И весной нам предлагаются стразы, стразы, еще раз стразы. Все блестит и переливается. Раньше бы я подумала, что это китч, но сейчас мне, в общем-то, по душе. Посмотрите, я много раз рассказывала и показывала, что сейчас некоторую светлую обувь специально состаривают, специально пачкаются. Обувь в витрине, конечно же, абсолютно новая. Но такая техника состаривания, она очень популярна, часто используется. В общем-то, вот такая обувь. Я всегда стою сторонником самой обычной, простой, светлой обуви, либо белой обуви. И, как вы видите, вариации на тему. Каждый, либо каждая сможет подобрать себе ту пару, которая нравится больше всего. Могу сказать, что я встретила очень интересные витрины. Например, эта витрина мне понравилась, потому что здесь я вижу джинсовую куртку. Много раз рекомендовала носить джинсовую куртку под плащ, под тренч, под вот такое легкое пальто. И здесь очень интересная композиция Деним плюс Деним. Витринисты используют ее часто. Я много раз показывала по осени. И вот сейчас по весне мы видим Деним плюс Деним. В то время как на модницах я редко вижу такой очень простой и очень классно работающий прием. Очень красивый синий цвет сочетания белого с синим. Но могу сказать, что также интенсивный зеленый и интенсивный красный, как мы увидим чуть позже, очень хорошо сочетаются с белым цветом. И, наверное, это пока единственная витрина, которую я вижу оформлена в синих тонах, потому что мы знаем, мы информированные модницы. Синий цвет объявлен цветом сезона, но это первая витрина, которую я встречаю. Все ансамбли очень простые, закомпонованные по принципу красивого сочетания цветов. Не могла не показать вам эту композицию. Посмотрите, здесь на принципе контрастности построены оба образа. Первый образ, светлый низ, темный верх. И получается правый образ, наоборот, темный низ и светлый верх. Очень простой прием, очень легко его повторить. И он очень и очень рабочий. Сейчас я обращу ваше внимание чуть дальше также на то, что когда мы выходим на летний сезон, на весенний сезон, мы выходим на одинаковость фактур. Кстати, вот этот образ тоже может показаться сложным. Здесь мы имеем принт на сумке, мы имеем принт на брюках, но сочетая не более трех цветов, а также повторяя тот цвет, который мы имеем в принте, в данном случае это темно-синий, он повторяется в брюках, а также на сумке, а также на рукавах. И белый цвет, который имеется также на сумке, имеется также на куртке, а также на нижнем слое одежды. Мы можем легко компоновать даже очень-очень сложные принты, как, например, в данном случае полоска. А здесь я хотела обратить ваше внимание на рукава. Меня часто спрашивают, Яна, зачем вы закатываете рукава? Ведь итальянки так не носят, но возможно итальянки так не носят, но я все-таки считаю себя одной из самых модных жительниц нашего региона, честно вам скажу, без ложной скромности, возможно они так пока не носят, но витринисты предлагают нам все-таки рукава закатывать, посмотрите, это видно очень хорошо на нескольких манекенных группах, ну и это снова образ, закомпонованный по принципу либо светлый низ, темный верх, либо наоборот, темный низ и светлый верх. И когда мы выходим на летний сезон, на теплый сезон, посмотрите, фактуры становятся одинаковыми, одинаково гладкие фактуры, мы имеем лен и хлопок, они одинаково гладкие, либо лен и лен, в то время когда мы выходим на холодный сезон, на осенний, либо на зимний сезон, очень хорошо сочетать фактуры. Я много раз обращала внимание на обзоре витрин именно на сочетание фактур, грубая вязка, очень плотная вязка, фактурная вязка, либо фактурная ткань, то есть эта ткань, мы можем предположить, что она не гладкая, не беря ее в руки, прекрасно сочетаются с более легкими, более гладкими фактурами, но этот прием хорошо использовать именно когда мы выходим на холодный сезон. Ну что ж, следующая витрина очень красивая, я называю ее легко захламиться за собственные деньги, на самом деле все эти вещи прекрасно смотрятся в витринах, очень часто, когда мы покупаем такие милые объекты и приносим их домой, они не смотрятся так хорошо и здорово и классно, как это было в витрине. И могу сказать, что витрины в Италии, по крайней мере, точно оформляются тоже по определенным законам. Нам, возможно, это все трудно считать и распознать, сочетание цветов, как они перекликаются, перекрещиваются, пересекаются между друг другом, но это целая наука, как красиво оформлять витрины, все это прекрасно смотрится в витринах, зовет себя купить, но тем не менее дома, как правило, это некие лишние вещи, которые часто превращаются просто в хлам. Узнаете ли вы эту обувь, дорогие мои зрительницы, кто смотрит мой стрит-стайл? Да, это обувь, которую мы видели на сеньоре, сеньора вошла как героиня стрит-стайла в одно видео о стрит-стайле и также я включала ее в обзор одежды слегка, за 50 в обзор одежды для элегантного возраста. Это вот так как раз таки обувь. Эта обувь уже уценена со скидкой с прошлого года и, в общем-то, сейчас мы увидим новую коллекцию и мы увидим, что особо новая коллекция, к счастью, к счастью, ничем не отличается. Все достаточно базовое, я показываю вам на самом деле эти вещи, просто чтобы, точнее эту обувь, чтобы вы смогли прицениться, потому что часто меня спрашивают и просят показать цены. Вот такую обувь никому не рекомендую. В движении эта обувь смотрится очень-очень странно, такое ощущение, что какой-то лишний предмет на лип, то ли на ботинок, то ли на нашу ногу. Эти сапоги многие помнят, многие знают. Леопардовая обувь сделает ваш даже самый простой ансамбль классным стрит-стайлерским, так же, как, кстати, и обувь под рептилиум. И это, кстати, наше производство, местное производство. Магазин называется так же, как этикетка на обуви, а это обувь, очень красивая, кстати, обувь за 80 евро. Это, между прочим, распродажа, но мы сейчас увидим подобную обувь уже в новой коллекции. Это как раз-таки тот магазин, обзор которого я делала, говоря о том, что в Италии итальянки носят китайскую обувь, потому что вот в этом магазине как раз-таки представлено местное производство и китайское производство. И китайское производство очень часто более красиво, удачно сделано, чем местное. Единственное, что китайское производство отличает все-таки ненатуральные ткани, в то время как наше местное производство обувь стоит чуть-чуть дороже, и, как правило, она из кожи. Посмотрите, превалируют бежевые цвета в обуви, пастельные цвета. Эти балетки прекрасны, и эта же модель есть в черном цвете, а также в красном цвете. Посмотрите, как интересно нос стал более квадратным. Не знаю, хорошо это или плохо, я люблю традиционный нос, не острый, не круглый, хотя сейчас отдаю преференцию все-таки острому носу в балетках. Но вот такой интересный момент я заметила. Яркая обувь, я говорила, предсказывала неоновую обувь. Немного ее пока в витринах, но вот в этой витрине она, по крайней мере, имеется. И очень красивые казаки. Я не знаю, как правильно ставить ударение, если я говорю казаки, меня исправляют на казаки. Если я говорю казаки, многие меня исправляют на казаки. Не знаю, не знаю, как правильно ставится ударение, но посмотрите, какая красивая обувь. Как компоновать такую сложную обувь? Есть только два способа. В такой обуви выглядит классно. Первый способ. У нас все базовое, очень спокойное, черное, белое и такая обувь, либо вот такая в стразах. В солнечный день такая обувь очень красиво смотрится на ногах, хотя раньше бы я подумала, что это китч. А, кстати, вот сапоги, которые мы видели в темном цвете, они предложены в светлом цвете уже, как новая коллекция. Так вот, казаки, либо вот такие лодочки яркие в стразах, можно компоновать и нужно компоновать либо с очень-очень спокойной одеждой, либо прямо-таки сделать весь образ очень фэшн, то есть очень-очень ярким. И такие примеры у меня были именно на осеннем стрит-стайле, когда еще не было холодно, потому что такие компоновки легко сделать, вызывающие очень фэшн, их легко сделать, когда мы еще не используем верхнюю одежду. Если вам нужны идеи для вдохновения, посмотрите, пожалуйста, плейлист стрит-стайл. Примерно с середины осени было очень-очень много вот таких фэшн-образов именно с казаками. Я же остаюсь любителем вот таких магазин, которые показала вам до этого, вот таких лодочек, все очень спокойно, спокойные цвета, потому что, ну, потому что, прежде всего, мне вот так комфортно. Покажу вам золотую обувь, а также серебряную. Опять же, многие подумают, что это обувь на выход нет. Нет, в Италии вполне после обеда, уже на прогулку, после обеденную, можно увидеть девушек, девчонок, также стрит-стайлеров элегантного возраста, которые носят такую яркую обувь, потому что в Италии принято сверкать, принято одеваться очень ярко. Многие подумают, что это обувь выходного дня, либо для специальной акказии, но можно встретить и просто на улицах такую обувь. Я бы, кстати, надела такие лодочки, такие сапоги, не решилась бы. Можно встретить женщин, одетых, обутых точнее, в такую обувь уже после обеда. Обращала недавно внимание, и снова подтверждаются мои мысли, мои наблюдения, что такие сумки с бахромой, они популярны. Не знаю, никак не могу себе это объяснить, но вижу их на итальянках, возможно, это опять же какое-то наше местное производство. Я уже показывала витрину, где сумки подобные были сделаны вручную, какое-то очень-очень маленькое местечковое производство. Ну и вот такую сумку я встретила на витринах, точнее, витринах нашего города. Ну что ж, вот такие тенденции обуви я заметила. Возвращаюсь со своей прогулки, дети ждут меня с нетерпением. Вторую часть влога, где я поехала на рынок, я покажу вам рынок и покажу вам паду наших дней, я вынесу в отдельное видео, потому что это видео уже очень длинное. На этом с вами прощаюсь, желаю всем хорошего настроения, хорошего дня. Увидимся очень скоро, всем пока-пока. Супер пробежечка.